Здравствуйте, это Том Сили. Я общаюсь с вами сегодня здесь, в День Святого Патрика 2020 года, из моей пчелинной лаборатории в Корнельском университете. Мне очень жаль, что мы не можем встречаться с вами лично из-за глобальной пандемии, но я надеюсь, что вам понравится эта тема насчет пчеловодства и эволюционного подхода к апикультуре. Вот перед вами два фото двух джентльменов. Знаете ли вы, кто они, джентльмен слева и джентльмен справа? Возможно, вы узнали, джентльмена слева – это Лоренцо Лангстрот, а джентльмен справа – это Чарльз Дарвин. Да, и вы можете видеть, что они чем-то похожи по возрасту, во внешности. У обоих благообразная седина, у одного на верхней части головы, у второго на нижней, и родились они почти одновременно в 1809-1810 годах. Однако их жизненные пути шли немного по-разному. Почему я показываю вам их рядом? Да потому, что оба они имеют отношение к нам, к нашему пчеловодству. Лангстрот, конечно, как изобретатель Улье с выдвижными рамками, а Чарльз Дарвин как автор идей эволюции через естественный отбор, которые, по моему мнению, именно сейчас имеют очень большое значение и актуальность для пчеловодства, для сегодняшнего пчеловодства, поскольку мы имеем дело с все большими и большими проблемами здоровья наших пчел из-за паразитов и патогенов. Итак, вот Лангстрот, как создатель Улье с подвижными рамками. И Дарвин как идея эволюции путем естественного отбора. И, кстати, Дарвин очень восхищался способностью пчел строить соты. В своей книге, по-моему, «Происхождение видов», он писал в главе, если я правильно помню, это шестая глава об инстинктах, он упоминал про пчел и построенные ими соты, что это один из самых удивительных инстинктов. И для него было вызовом понять, как эволюция могла породить такую способность строить настолько совершенные соты. Затем он понял, что эти ячейки получались такими шестиугольно совершенными, потому что пчелы строили их одновременно, и цилиндры как бы сплющивали друг друга, и сами приобретали такую форму. Это похоже на то, как склеившиеся мыльные пузыри также становятся аккуратно многоугольными. И главная причина того, что я ставлю рядом этих двух людей, в том, что у них обоих были идеи, которые могут помочь нам с сегодняшним пчеловодством. Повторюсь, у Лангстрота это, конечно, концепция съемной подвижной ульевой рамки, а у Дарвина, как я уже упоминал, это идея эволюции путем естественного отбора. Чтобы напомнить вам, что такое концепция естественного отбора, я приведу в качестве примера эволюцию устойчивости к пестицидам. Вот здесь на диаграмме представлены особи с разным уровнем устойчивости к пестицидам. Разная цветовая маркировка означает разный уровень устойчивости. То есть желтый – это низкий, а красный – это очень высокий уровень устойчивости к пестициду. Конечно, в исходном состоянии в популяции всегда представлены особи с широким диапазоном уровней устойчивости. Затем применяются пестициды, и после этого сохраняются только те особи, которые представлены красным цветом, то есть имеющие очень высокий уровень устойчивости к пестицидам. Ну, что, в общем, неудивительно, потому что только они и могут продолжить существование. И, конечно, популяция состоит уже дальше только из красных особей. Именно эти особи дальше выживают и размножаются, то есть, стараясь истребить вредителей, вы на самом деле развиваете популяцию, где почти у всех есть эта высокая устойчивость к пестицидам. И сегодня это одна из наших больших проблем, как вы наверняка знаете. Насекомые вредители вырабатывают все больше устойчивости к пестицидам, в полном соответствии с концепцией естественного отбора. Они все больше и больше укрепляют себе генетические признаки, позволяющие переносить воздействие. Итак, как же эта концепция естественного отбора применима к пчелам и к пчеловодству? Ну, во-первых, это говорит нам о том, что все, что делают пчелиные семьи, когда они живут сами по себе и когда они сами управляют своей жизнью, они делают для своего наилучшего выживания и размножения. Именно этому и способствует естественный отбор, то есть, чтобы организмы были способны выживать и размножаться. И каждая маленькая деталь организма, каждая мелочь была вылеплена, сформирована естественным отбором именно для этой цели. Если рассмотреть пчел, то все аспекты их жизни, как они растят своих личинок, которые плавают в питательной среде, это тоже фактор адаптации для качественного питания и ухода за этими молодыми личинками. Все качества пчелы, когда она добывает пищу, все вот эти пыльцевые аппараты на задних лапках, вся красота ее механизмов полета, ее способности нести домой груз нектара, ее замысловатый хоботок – все это было сформировано естественным отбором для того, чтобы эта пчела была эффективным кормильцем. Помимо этого, строительство медовых сот, накапливание меда, который является для них зимним согревающим топливом, тот способ, каким они производят тепло зимой, все эти черты благоприятствуют пчелам в их выживании и размножении. Я думаю, что один из выводов, которые человек может сделать, глядя на пчел, как на продукт эволюции естественного отбора, звучит так. Сами пчелы являются самыми лучшими пчеловодами. Они были вылеплены миллионами лет, действительно, миллионами лет эволюции путем естественного отбора. Они научились выживать и воспроизводиться. У нас есть образцы ископаемых пчел, которые отпечатались в окаменелостях, и это подтверждает их древнее существование. Например, они были найдены в сланцевых отложениях в Германии, которым по меньшей мере 30 миллионов лет. То есть мы знаем, что пчелы были сформированы отбором в течение очень длительного времени. И ключевая идея дарвиновского пчеловодства проста. Это идея о том, чтобы позволить пчелам полностью использовать свои собственные навыки пчеловодства. Не думать за пчел, не считать, что мы знаем о пчеловодстве больше, чем они сами, а позволить им вести свою жизнь так, как они считают нужным. Иногда этот подход называют естественным пчеловодством, иногда апицентрическим, пчелоцентрическим, дружественным к пчелам. Я выбрал такое название, дарвиновское пчеловодство, потому что это название подчеркивает тот факт, что оно основано на идеях Чарльза Дарвина. Вы, конечно, можете спросить, а можем ли мы действительно позволить пчелам быть пчеловодами? Вот мы говорим, что у нас сейчас все дикие пчелы были уничтожены клещом варо. Но давайте изучим этот вопрос. Так, с одной стороны, у нас есть так называемые управляемые пчелы, то есть пасеки. С другой стороны, у нас есть дикие пчелы. Когда я говорю о диких пчелах, я имею в виду пчелы-семьи, которые никем не управляются, которые могут жить на дереве, или в стене здания, или в заброшенном улье. И вот вопрос звучит так. Вымерли ли все эти дикие пчелы-семьи, потому что их никто не лечил? И что, они все вымерли? И ответ на этот вопрос – нет. Как мы далее увидим, дикие пчелы вполне процветают в отдельных местах. Например, в Великобритании. Я не знаю, наверняка процветают ли там все дикие пчелы, но у меня есть ряд людей, которые сообщают мне о своих наблюдениях за семьями диких пчел, живущих в дуплах деревьев, в дымоходах и в стенах домов. И эти гнезда были постоянно заняты в течение многих лет. А самые давние наблюдения, которые мне сообщали, это около 10 лет. Так что я лично не изучал дикие пчелы-семьи Великобритании, но у меня есть информация, что они процветают. А сам я изучал пчел, живущих в разных местах Северной Америки. Но вот если сделать такой краткий обзор Европы и Северной Америки, то в Америке у нас есть Арнодский лес и другие места. Я немножко подробнее расскажу о них. А также есть дикие или неуправляемые семьи пчел, живущие на острове Готланд в Швеции, на южном оконечности острова. Туда было зависено около 40 семей, которые были заселены и просто оставлены в покое. Некоторая часть из них погибла от ворону, но осталось какое-то количество выживших семей, и они снова заселяют эту область. Еще одна местность, про которую я знаю, это полуостров Хлин в Уэльсе. Надеюсь, я произнес это правильно. Ну или можно даже сказать, что это северо-западная часть Уэльса, не только этот полуостров. Там есть пчеловоды, которые решили не лечить своих пчел совсем, и они обнаружили, что их пчелы неплохо выживают сейчас. Еще один замечательный пример – это остров Иль-де-Груа на побережье Британии во Франции. Это остров в несколько квадратных миль. Там было около 80 пчелосемей, какие-то управляемые, какие-то жили в дикой природе, в дымоходах. Никто этих пчел не лечил, и в этих семьях все в порядке. И также есть свидетельства и доказательства из другой области во Франции, из лесов вокруг Авеньона. Место исследования, которое я знаю лучше всего, это Арнотский лес на юге штата Нью-Йорк. Весь штат Нью-Йорк находится здесь. Город Нью-Йорк находится здесь. Я живу на юге штата Нью-Йорк, вот здесь. Вот здесь находится Арнотский лес. Он составляет 17 квадратных километров. И это то место в Северной Америке, где у нас есть точные данные о численности диких семей до появления Варро, который впервые появился у нас в начале 90-х годов. А в своих ульях я обнаружил его в 94-м году. Важный момент заключается в том, что еще до появления Варро, задолго до его появления, в 78-м году, я нанес на карту гнезда диких пчел, живущих в этом лесу. Вот на фото вид этого леса с одного из высоких холмов в октябре в осенних красках. А когда я искал пчел в этом лесу, я нашел их там в количестве одна семья на квадратный километр. Каким образом я их так искал? Это способом отслеживания или методом пчелиной охоты. Вы идете на полянку с цветами, где ловите пчел с цветов, сажаете их в маленький ящичек с двумя камерами. В первую камеру, как только там набирается около дюжины пчел, вы открываете вход во вторую камеру, где лежит кусочек сотов, политый сиропом. Когда пчелы находят этот корм, они оттуда заходят в эту камеру, начинают его есть, и если в этот период нет активного взятка в природе, они понесут этот корм домой и потом вернутся за ним еще раз. Таким образом, отслеживая движение пчел между вашей кормушкой и их домом, вы затем будете двигаться по ходу лета пчел, отслеживая, в каком направлении они идут. Вы также можете засечь время, которое требуется пчелам, для движения туда и обратно. То есть шаг за шагом будете продвигаться к ее гнезду. Вот пример охоты на пчел, которую я проводил в кампусе Корнельского университета. Я начал с цветника. Это была ранняя весна, пчелы были голодны, цветов было мало, так что отслеживание прошло очень быстро. Пчелы очень быстро показали мне, куда они летят домой. Определив направление, я стал двигаться по вот этим линиям. Я таким образом перемещался в кормовую станцию все ближе и ближе по направлению лета пчел. Вот эти красные треугольники – это те места, где я вставил станцию и следил, куда они летят дальше. И в течение пары часов я понял, что они летят строго на север. Около 16 часов обнаружил, что пчелы были уже совсем рядом с домом, потому что им требовалось всего пара минут, чтобы слетать до гнезда и вернуться. И дальше я уже искал строго по этой линии и обнаружил в небольшом лесочке, нашел пчел, летающих около этого дуба. Это красный дуб. Там и было их гнездо. Вот эта красная стрелка указывает на гнездо. В Арнольдском лесу я проделал аналогичную охоту на пчел в 2002 году. Это было несколько лет спустя появление клеща Вароа в наших местах. Я вернулся в Арнольдский лес и снова выслеживал пчелиные гнезда. Я начал вот с этого угла, выследил одно дерево с гнездом, потом другое, потом перешел на другую полянку и начал с нее, отследил другие деревья. Один след повел к тому дереву, где я уже был, а другой след повел к новому дереву. Так, шаг за шагом, я пробирался от полянки к полянке, искал гнездо за гнездом. И таким образом, я вот проходил все эти участки леса, искал полянки, из полянок искал, куда летят пчелы. Я нашел таким образом 8 деревьев с пчелиными гнездами в 2002 году. Я хочу подчеркнуть, варроа уже присутствовала в моем регионе с начала 90-х годов в штате Нью-Йорк. При этом пчелы были все еще живы, даже после 10 лет пребывания варроа в этом районе. И теперь мы знаем, что та плотность населения пчел и семей, которую мы обнаружили в 2002 году, она такая же, как и плотность, которую я определил еще в 1978 году, до появления варроа. То есть пчелы по-прежнему присутствуют в дикой природе. И я знаю, что они выживают не потому, что они в меньшей степени заражены варроа. Это не значит, что жизнью их проще, потому что у них нет клеща варроа. Варроа у них есть. Я ловил некоторые раи в Арнотском лесу, вот на фото ловушкам, и затем я переселял их в стационарные ульхи, чтобы иметь возможность оценить их состояние и количество клеща. И вот здесь видно, что варроа присутствовал во всех 11 семьях, которые я поймал. То есть можно сказать, что все эти семьи были вполне укомплектованы клещом. В одной из семей присутствовал известковый расплод, но ни в одной семье не было ни американского, ни европейского огня льца. То есть ключевой вывод таков. Дикие семьи в Арнотском лесу в 2002 году были заряжены варроа, и при этом они хорошо выживали. Вот еще один способ взглянуть на это. Вот этот слайд иллюстрирует, как популяция диких пчел, как именно эта популяция диких пчел сохраняется и живет. Это основано на данных, собранных в 10-17 годах, где я просто проверял гнездовые участки и заселенные гнездом. Вот логика того, как это работает. Допустим, у вас есть 100 мест, где пчелы живут на дереве или в здании. Вы знаете, что они живут там с предыдущей осени. Такие семьи я называю устоявшимися. Вот, допустим, в мае любого данного года у вас есть 100 мест, занятых устоявшимися семьями. Что происходит между маем и сентябрем? Можно говорить о том, что... о почти уверенных цифрах, это из моих наблюдений, о том, что у этих семей около 97% выживаемости за лето. То есть, из 100 мест, которые мы наблюдали в мае, 97% все еще будут живы, то есть заняты в сентябре. У устоявшихся семей очень низкая смертность в течение лета. Также эти устоявшиеся семьи будут выпускать раи. Из моих исследований я знаю, что вероятность раения неуправляемой семьи, живущей в дупле, составляет около 87%. То есть, к сентябрю, в дополнение к 97 локациями, которые остались от 100 первоначальных, получится еще 87 новых локаций в другом месте, на основе раев, которые были выпущены из этих первоначальных мест. То есть, в конечном итоге, мы получаем 184 локации, занятых дикими семьями. Из них 87 являются тем, что я называю начальными семьями, а 97 – то, что вы устоявшимися. У устоявшихся семей смертность зимой около 16%. То есть, следующей весной из 97 устоявшихся семей останется 81. А у начальных семей выживание намного ниже, потому что у них гораздо более сложная ситуация. Это перемещение в новую гнездовую полость, строительство сот, выращивание расплода, добыча достаточного корма. В моих краях обычно только около четверти этих свежеобразованных семей доживают до следующей весны. Но если проследить цифры, то видно, что потери среди устоявшихся семей почти идеально балансируются добавками следующих перезимовавших начальных семей. То есть, вроде мы видим уменьшение количества устоявшихся семей, 81 остается с 19 семей, но ведь к ним добавляются еще 20 начальных семей, доживших до мая. И сумма эта снова дает нам 101 семью. То есть, мы начали в мае со 100 устоявшихся семей, на следующий год получили из них 81 старая плюс новые семьи. То есть, в среднем мы получаем опять 101 или 100, что достаточно близко. То есть, по сути, так все и происходит в дикой природе. Пчелы много роятся, устоявшиеся семьи имеют хороший процент выживаемости, начальные выживают хуже, но то, сколько их выживает, этого бывает достаточно, чтобы привести в баланс общее, так сказать, население данной местности. Таким образом, каждую зиму 19 устоявшихся семей погибает, около 19 новых семей выживает, и вот так эта популяция диких пчелосемей сохраняется, по крайней мере, там, где я их изучаю. Одна вещь, которую я хочу подчеркнуть. Я не думаю, что в этом лесу есть что-то волшебное. Это просто пример правильных условий. Сейчас мы знаем, что есть некоторые другие леса, где происходит та же самая картина. Там тоже проводились исследования. Например, аналогичное исследование проводилось в Пенсильвании, где была обнаружена точно такая же картина, дикие пчелы много роятся, и прирост балансирует потери устоявшихся семей за зиму. Учитывая все сказанное, давайте посмотрим на то, что я называю дарвиновским пчеловодством или апицентрическим пчеловодством. Как это работает? Что за идея за ним стоит? Одна вещь, которую я хочу подчеркнуть в самом начале, это то, что у меня еще нет всех ответов. Это работа в процессе. Многие люди работают над этим, над тем, как мы можем настроить наше пчеловодство так, чтобы сделать его более дружественным к пчелам. Пара вещей, которые я хочу подчеркнуть, это то, что дарвиновское пчеловодство это не для крупных пчеловодов. Это не для городских пчеловодов. Это в первую очередь вариант для мелких сельских пчеловодов, которые хотят избежать химической обработки своих пчел и которые удовлетворяются более скромными урожаями меда около 15 килограммов на улей. Вот о чем это. То есть это не про так называемый традиционный вид пчеловодства, где акцент делается на производстве меда или опыление сельскохозяйственных культур. Это про другое. Дарвиновское пчеловодство подразумевает небольшое количество пчел из семи в одном месте и желательно не скученных рядом. Чтобы более наглядно обрисовать разницу между дарвиновским и коммерческим пчеловодством, я приведу некоторые параллели. На мой взгляд, дарвиновское пчеловодство и коммерческое отличаются так же примеры, как наблюдение за птицами и промышленное птицеводство. При наблюдении за птицами мы выходим на улицу просто ради чистого удовольствия наблюдать за птицами. Мы не ожидаем, что птицы дают нам яйца или мясо или что-то в этом роде. Птицефабрика же очень отличается. Вряд ли вы ожидаете много удовольствия от птицефабрики. Если только это не какая-то маленькая фабрика. Но при этом вы ожидаете получить какое-то количество яиц и мяса от ваших кур. Еще одна аналогия для иллюстрации этой разницы. Это, допустим, разница между парой яблонь на вашем садовом участке или большой коммерческий сад. Можно представить себе одну яблоню, которая растет на вашем участке, как один улей. А коммерческий сад похож на огромную пасеку. И одно из них это про удовольствие, а второе про прибыли. То есть дарвиновские коммерческие подходы очень сильно отличаются. Это очень разные подходы к пчеловодству. Я хочу еще усилить один ключевой момент в понимании того, как работает дарвиновское пчеловодство. Оно заключается в том, чтобы провести различия между первоначальной средой, исходной средой обитания пчел, средой, в которой дикие пчелы жили миллионы лет, и некоторые семьи продолжают жить еще в подобных условиях, и между нынешними или сегодняшними обстоятельствами, в которых живут большинство управляемых пчелиных семей на пасеках. То, что мы называем управляемыми пчелосемьями. То, что мы хотим от дарвиновского пчеловодства, мы хотим увидеть, как мы можем сделать так, чтобы пчелы жили в наших ульях, но при этом создать им образ жизни или среду, которая максимально похожа на ту, в которой живут дикие пчелы, и которой сейчас нет у управляемых семей. То есть, таким образом, можно сказать, что наша цель, цель дарвиновского пчеловодства, состоит в том, чтобы поместить управляемые пчелосемьи, насколько это возможно, обратно в исходную среду обитания медоносных пчел. И мы посмотрим, как это можно сделать шаг за шагом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня нет всех ответов. Я думаю, что у меня есть некоторые ответы, но это все еще очень большая работа, она в процессе, и все время появляется все больше и больше статей, исследований на эту тему. Я слежу и собираю всю эту информацию, и я надеюсь, что через два или три года я смогу написать более полное описание того, чем мы занимаемся, как сделать дарвиновское пчеловодство действующей рабочей моделью. Но давайте пройдемся по некоторым ключевым вещам, которые мы уже обозначили. Итак, одно отличие, мы посмотрим на ряд отличий и сравнений диких управляемых семей. Итак, одно ключевое отличие заключается в том, что в природе пчелы генетически адаптированы к своей местности, а в наших условиях семьи часто генетически не адаптированы к территории. Вот, например, пчеловоды, особенно в Северной Америке, а я знаю, что аналогичные происходят и в Европе, они отправляют маток повсюду. Поэтому в Северной Америке вы легко можете купить маток гавайских от гавайской маточной компании, то есть эта матка приедет к вам с Гавайских островов. Возможно, это самые лучшие матки из всех гавайских, и для Гавайев, и для гавайских пчеловодов, но я не думаю, что они являются наилучшими матками для северных климатических регионов. Но сам факт того, что мы рассылаем маток между континентами и тому подобное, иллюстрирует то, как много нелепостей и несоответствий можем создать для наших пчел несоответствий по их уровням адаптации к месту обитания. Вот еще один контраст между первоначальной средой обитания и их нынешними условиями жизни. Изначально пчелы жили на большом расстоянии друг от друга в лесах, а теперь они часто живут тесно и на пасеках. Вот на фотографии это дерево с пчелиным дуплом, а вот это одна из моих пасек. Другой контраст это размеры гнезд, их жилищ в дикой природе. В дикой природе вот распределение объемов гнездовой полости пчелиных гнезд деревьев. Это данные, которые я собрал. Обычно размер гнезда находится в диапазоне одного корпуса десятирамочного улья. Иногда немножко меньше, иногда немножко больше, но очень редко два корпуса, и уж точно не три. А в нашей сегодняшней ситуации вот фотография, которую я взял из каталога пчелоинвентаря в США. То есть вы можете видеть, что предлагается. Это, кстати, очень хороший каталог. Но в стандартной практике пчеловодства пчелы размещаются в очень больших ульях. Здесь на фото три корпуса в высоту. Это суперразмер для гнездовой полости. Это многоэтажный улей. В природе пчелы живут в гнезде размером в один корпус, то есть вот в один ярус этого ящика. А все, что сверху, все эти дополнительные корпуса, что это дает? Это дает пчелам много места для строительства сот для расплода, для хранения меда и не дает роиться. Ну или роение случается редко. Когда пчелы живут в гнезде небольшого размера, они не делают таких больших запасов и многое свободно рояться. И в этом очень большая фундаментальная разница. Еще один контраст между первоначальной средой обитания и нынешними условиями заключается в том, что в первоначальной среде пчелы покрывают стены своего дома прополисом. Зачем они это делают? Потому что внутренние поверхности стены к дуплам обычно рыхлые, в трещинах, трухлявые от грибка, который проел эту полость. Эти поверхности как бы губчатые, и если они промокают, то становятся идеальным местом для развития плесени и микробов. поэтому пчелы запечатывают их прополисом. А в ульях они не покрывают стены прополисом. Вы можете сказать, ну так может им и не надо. Да, возможно, что и не надо, поскольку стенки твердые и крепкие, но ведь есть и другие эффекты этого прополиса, помимо его способности герметизировать трещины. В нем есть соединение природных антибиотиков, которые помогают пчелиному здоровью. Поэтому дополнительная функция прополиса это защита пчел от микробных инфекций. Но это опция недоступна пчелам, живущим в наших ульях, потому что там стенки не покрыты прополисом. Следующее различие заключается в том, что в диких семьях пчелы свободно строят трутневые соты. В изученных мной диких семьях количество трутневых сотов было в диапазоне от 15 до 20 процентов от гнездовых сот. То есть примерно пятая часть отдается трутням. В наших управляемых семьях мы всегда так или иначе препятствуем тому, что пчелы строили трутневые соты. Хотя сейчас некоторые пчеловоды ставят в гнездо рамки с трутневой вощины или вообще без вощины. Но в целом пчеловоды всячески, так сказать, отговаривают пчел от производства трутни и сокращают его. И одно из последствий этого заключается в том, что если у вас есть пчелы с хорошей генетикой, то управляемые семьи не делятся этой хорошей генетикой с окружающей средой. То есть они не обогащают хорошими генами свой район, как могли бы делать, если бы свободно строили трутневые соты. Еще одно большое, действительно большое различие заключается в том, что в дикой природе, по крайней мере в моих краях, вход в гнездо обычно находится высоко над земли, в среднем 8 метров. Вот фото дерева с дуплом, который я нашел. Вот я 2 метра ростом, а вот здесь примерно вход в гнездо. А вот наши пасеки, литки, низко, почти у самой земли. Мы сейчас, возможно, не до конца понимаем, какое следствие этого, но пчелы определенно предпочитают высоту. Если бы дать им выбор, они всегда пойдут на высокий вход в гнездо. Возможно, это потому, что там лучше защита от хищников, не так заметно для хищников, особенно для черных медведей в лесу, где я работаю. Также, может быть, это связано с тем, что эти более высокие участки весной быстрее освещаются и прогреваются солнцем. Они не скрыты в тени у земли. Они более на свету. Это одно из многих пока еще неизвестных. Но то, что я знаю, что когда пчелы в начале весны вылетают отсюда, они не врезаются в снег. Это то, что я вижу у моих ульевых пчел. При первых вылетах они летают еще слабо. Если их сдует в снег или они врежутся в снег, они уже не могут достаточно согреться, чтобы взлететь обратно. Так что это тоже еще одна большая разница между высоким и низким гнездом. Следующее отличие. В исходной среде обитания у пчел всегда есть разнообразные источники пыльцы. А в наших нынешних обстоятельствах в большинстве случаев у пчел нет доступа к таким разнообразным источникам. У нас это доходит до таких крайностей, как миндаль. Вот это наши обширные миндальные сады Калифорнии, на поляне которых съезжаются все окрестные пчеловоды, и где у пчел есть только один источник пыльцы. Еще одно отличие заключается в том, что диких пчел никто не лечит от болезней, и пчелы вырабатывают собственную устойчивость к болезням, в том числе к вароа, в то время как в нынешних условиях на наших пасеках все активно лечат от болезней. Возможно, это помогает пчелам в краткосрочной перспективе, но это также означает, что лечение притупляет естественную селекцию на устойчивость пчел к этим возбудителям болезней, в том числе и к вароа. Итак, вернемся к идее дарвиновского пчеловодства. Насколько это возможно сейчас, создать для управляемых пчел среду, максимально близкую к их исходной, среду, в которой будет происходить эволюционная адаптация, ну или более простым языком, дать пчелам жить более естественно. Семьи, конечно, в таком случае будут производить меньше меда, но они будут обладать лучшим здоровьем. Так что, по сути, это выбор между продуктивностью и здоровьем. И этот вопрос давно уже стоит во всем сельском хозяйстве. Чем больше мы требуем продуктивности, тем труднее нам сохранять здоровье растений и животных. Так, как же это все сделать? Вот некоторые идеи для дарвиновского пчеловодства. Первое, и это фундаментально важно, это держать пчел, которые адаптированы к вашему региону. Но как это сделать? Вы можете вырастить маток от ваших лучших выживших семей. Вы можете поймать раи в ловушке, особенно если они размещены в удаленных местах вдали от пасек. Тогда вы получите именно местных представителей. Или вы можете купить маток у заводчика поблизости, который выращивает маток, адаптированных к данной местности. Я, например, ловлю своих пчел в ловушке. В разные годы улов разный. Иногда это бывает 20%, иногда это больше 100%. В среднем показатель составляет 58%. Вот одна из моих ловушек. Это ящик на 6 рамок. Я как-то оставил его на крыше улья, старого улья у соседа пасечника, но потом я просто забыл об этом на все лето. В какой-то момент пчелы заселились в него. Я вернулся следующей весной, и пчелы были живы, даже несмотря на то, что это была жалкая тонкостенная коробка. Они были живы. Я достал рамку, и это всегда чудесный момент, когда вы находите матку, и когда вы не знаете, откуда она родом, эта матка, но она произвела прекрасную семью, которая пережила зиму полностью своими силами в этом скромном ящике, в суровых условиях, и значит, это просто отличные пчелы. Еще одна вещь, которую я хочу подчеркнуть. Пчелы, которые там поселились, это были мирные пчелы. Они не были агрессивными такими недотрогами, мимо которых даже пройти нельзя. По большей части, это расплода в пойманных семьях. У них очень хорошая сопротивляемость к воро своими силами. Они не нуждаются в лечении. Я покажу это вам сейчас вот здесь. Летом 2019 года я поставил небольшой эксперимент. Я создал три группы семей. Эти все три группы находились в одном и том же месте. Они все начались из двух рамочных нуклеусов с 19 июня 2019 года. Разница между этими тремя группами была только в том, откуда были их матки. В первой группе были матки от калифорнийского производителя Оливареса. Это были матки итальянки. В второй группе матки были из раев, которые я поймал той весной в своем штате Нью-Йорк. А в третьей группе была создана на матках пчеловода Кирка Уэбстер из Вермонта, который не лечит своих пчел. Итак, все три группы развивались в одинаковых условиях, в одном месте. Ульи стояли рядом друг с другом, буквально на трех маленьких пасеках в 50 метрах через живую изгородь. 9 октября 2019 года я вернулся к ним и замерил количество клеща в расчете на 300 пчел. Это стандартная методика отбора проб с использованием сахарной пудры. И вот вы можете видеть результат. У семей с калифорнийскими матками от Оливареса количество клещей было довольно высоким. В семьях из моих ловушек количество клещей было низким, кроме одной. А в семьях с матками Уэбстера количество клещей было вообще очень низким. И у меня здесь нет этого слайда, но я еще вам скажу кое-что. Я недавно проверил эти семьи. Вот там, где были матки от Оливареса, там сейчас только две семьи все еще живы. Вот это и вот это, где было мало клеща. В семьях из моих ловушек были все живы, кроме вот этой семьи, в которой было 22 клеща. А в семьях с матками Вебстера все живы. То есть вот эти почти все погибли, вот эти все живы, а вот эти почти все живы. Таким образом, это хороший пример эффективности маток, которых вы поймали в дикой природе в вашем районе. второе предложение для дарвиновского пчеловодства. Держите пчел в маленьких ульях. И когда я говорю маленькие, я имею в виду однокорпусные улей на 10 рамок и один мелкий или средний медовый магазин через разделительную решетку. А смысл решетки в том, что если вы хотите снять мед, чтобы вы не беспокоили гнездовую часть. Ключевая момент еще в том, что если вы хотите забрать мед из магазина, то вы снимаете этот магазин в начале лета и оставляете пчелам большую часть лета, чтобы пополнить запасы. Я хочу показать еще одну разницу, в чем смысл и сила держать пчел в маленьких ульях. Я провел эксперимент, где были созданы две группы по 12 семей. В одной группе пчелы жили в маленьких ульях, а другая группа была поселена в больших ульях. Обе группы были созданы в одно и то же время. В обеих были матки от одного и того же производителя. Матки были одного и того же возраста и так далее. Здесь справа пчелы были поселены в типичные высокие ульи для производства меда. Несколько этажей, несколько корпусов, два нижних как гнездовые и два верхних как медовые магазины. все эти группы не получали обработок от ворово. Они пережили свою первую зиму, потому что начинали все как маленькие двухрамочные нуклеусы, и вначале у них заражения ворово были низким. На второе лето, однако, семьи уже можно было рассматривать как устоявшиеся, но после окончания второго лета, второго года, только их 17% семей справа были все еще живы без лечения творового. А вот здесь, в маленьких ульях, 83% были все еще живы. То есть разница в том, что в маленьких ульях эти семьи роились, у них был перерыв выращивания расплода, они набрали достаточно меда уже к ранней осени или даже в конце лета, они прекратили выращивать расплод, и тем самым прерывали цикл размножения клеща. То есть вот это большое влияние размера улья. Вот пример подсчетов клеща, это чей-то график. Контроль клеща делался в июле 2012 года. Количество клеща сначала было очень низким в тесте на 300 пчел, а следующей весной снова показатели были сначала низкие, но в больших ульях количество начало расти, и оно росло, росло и росло, до тех пор, пока семьи не погибли осенью. А в маленьких ульях количество клеща оставалось низким, так что они таким образом выжили, и это без лечения. 80% выживаемости в маленьком улье без лечения от клеща варо. Третье предложение для дарвиновского пчеловодства состоит в том, чтобы размещать ваши семьи как можно шире, на расстоянии. Мы провели эксперимент, чтобы посмотреть на влияние такой расстановки. У меня было 12 семей, собранных вместе на пасеке, а другие 12 семей стояли неподалеку, но не были так сближены, как вот эти на пасеке. Семьи были созданы в одно и то же время, в одном и том же месте, в одинаковых двухкорпусных ульях. Ни те, ни другие не получали обработок от вароа. И то, что мы обнаружили, при разреженном расположении было гораздо меньше дрейфа пчел между ульями. Для оценки мы использовали цветные маркеры, которыми метим труднее для оценки их дрейфа. Мы обнаружили гораздо меньше распространения клещей между семьями, жившими рассредоточенно, и лучшее выживание семей. И я хочу подчеркнуть, что никаким семьям не давали никакого лечения от вароа. И все семьи возглавлялись матками от заводчика Оливареса из Калифорнии. На следующем слайде я покажу вам выживание. Через два года вот эти все семьи погибли. А вот здесь, где разреженное расположение, пять семей были живы через два года, что было даже немного удивительно для меня, учитывая, что матки там все были калифорнийские. Но они имели возможность жить самостоятельно. Я думаю, то, что произошло на плотной пасеке, это сработал сильный эффект клещевой бомбы. Как только некоторые семьи начали погибать, их начали грабить соседние семьи, которые занесли к себе всего клеща из погибающих семей. Вот здесь же клещевая бомба была слабее. Может быть, произошло немного воровства, но не в таком объеме. Поэтому передача клеща как бы схлопнулась. Не было такого большого распространения клеща в этой ситуации. Четвертое предложение дарвиновского пчеловодства состоит в том, чтобы дать возможность пчелам покрыть ульи изнутри прополисом. Для этого можно использовать специальные экраны для сбора прополиса или мастерить ульи из грубых нешлифованных материалов. В обоих случаях цель в том, чтобы побудить пчелу откладывать не знаю, есть ли у вас такие экраны, но у нас можно купить такие сетки экраны для сбора прополиса. Если их разместить по стенам, то это стимулирует пчелу откладывать прополис на стены. Обычно с этих экранов прополис собирают, но у нас нет задачи его собирать. Мы его используем именно для того, чтобы помочь пчелам нанести побольше прополиса на стены ульи, потому что это создает своего рода антимикробный кокон вокруг наших пчел. Пятое предложение. Давайте вашим самым жизнестойким семьям, у которых самые низкие показатели по клещу, давайте им возможность строить 10-20% трутневых сот. Общая логика в том, чтобы способствовать распространению успешного генетического материала этой вашей семьи. Пусть эта семья выращивает хороших трутней и делится им с окрестностями. Шестое предложение. Сохранять структуру гнезда нетронутой. Возвращайте каждую рамку в исходное положение по отношению к другим рамкам и с ее первоначальной ориентацией. Не переворачивайте ее. Пчелы очень усердно работают над организацией своих гнезд. Если мы нарушаем организацию гнезда, мы наносим им значительный разрушительный вред. Это очень разрушительно для семьи. Седьмое предложение. Делать только один небольшой вход в нижней части гнезда. Вы можете спросить почему. Во-первых, мы знаем, что пчелы не любят верхний леток. Те из вас являются пчеловодами, а я надеюсь, вы все пчеловоды. Я думаю, вы все знаете, что пчелы не очень любят верхний леток. Они запечатывают его осенью, они затыкают все верхние отверстия прополисом, так что не стоит и делать леток в верхней части. И это по причинам терморегуляции. Вместо этого, то, что имеет смысл делать, это делать небольшой леток в нижней части улья и утепляющий слой над внутренней крышкой, чтобы создать теплую изоляцию сверху. В моих ульях я открываю им двухдюймовые отверстия внизу и ставлю туда сетчатый экран с полудюймовой ячейкой. Это его функция, это защита от мышей. Вот давайте посмотрим более внимательно, почему стоит избегать верхнего летка или верхних отверстий, и почему пчелы избегают отверстий в верхней части. Я буду здесь ссылаться на работу Дерека Митчелла, где он описал, как все происходит. Вот, если у вас есть хорошо утепленные ульи, если нет в нем верхнего отверстия, то получается теплый карман или теплый слой в верхней части улья. И пчелы будут уверенно зимовать очень комфортно и легко с небольшим потреблением меда. Но если вы сделаете верхнее отверстие вентиляционное или летковое, то вы создаете просто идеальную конвекцию воздуха, когда теплый воздух выходит сверху, холодный поступает снизу, и у вас получается гораздо меньший объем теплого воздуха в верхней части гнезда. Я знаю, что многие люди утверждают, что нет, это не так, мы должны создать верхнее отверстие, чтобы минимизировать конденсацию, но Дерек Митчелл выявил, что если улья теплые, если верхние соты теплые, то конденсации нет, потому, что температура поверхностей выше точки росы, а конденсация будет происходить в улье, но будет происходить на его нижней части сот, вдали от пчел, так что пчелы не будут намокать от собственного конденсата при отсутствии не будут намокать от собственной влажности при отсутствии верхнего отверстия. И я это реализовал с моими собственными семьями, и это именно то, что я сейчас наблюдаю в своих ульях. Я не делаю верхний литок, я ставлю теплоизоляцию сверху, и когда я осматриваю семьи весной, там нет влаги, там нет плесени, пчелы выглядит очень хорошо. Я знаю из других исследований, что пчелам также нужна вода зимой, и поэтому наличие некоторого конденсата в улье допустимо, главное, чтобы он не был выше пчел. И это даже для них полезно, потому что они нуждаются в воде, едят они мед, мед это 82% раствор сахара, я думаю, все понимаете, что было бы, если бы вы ели только мед, и не могли лепить воду. У вас были бы осмотические проблемы. То есть одна из самых важных вещей, которые можем обязательно сделать, это обязательно улучшить теплоизоляцию ульев. Надеюсь, теперь понятно почему. И вот это мое заключительное восьмое предложение. Не беспокоит семьи зимой. Никаких проверок, никаких стимулирующих подкормок, никаких пульсовых лепешек, потому что даже кратковременное поднятие крышки гнезда ульи заставляет зимний клуб от беспокойства повышать свою температуру на несколько часов. И мы не знаем, как помимо этого это еще влияет на пчел, поэтому я думаю, что их лучше всего оставить в покое. И последнее, это действительно очень важно. Не лечите, от Варроа. Это также очень непривычно. Это не означает, что мы не должны следить за количеством клеща. Мониторьте уровень Варроа в расчете на сотню пчел. Если уровень клещей становится слишком высоким, более десяти клещей на сто пчел, или может быть даже пять, или для кого-то даже два, я бы в этом случае усыпил семью, потому что эта семья показывает, что у нее нет хорошей устойчивости к Варроа. И, конечно, мы вовсе не хотим эту семью увековечить, чтобы она распространяла своих трутней, отпускала раи. И вариант это уничтожить такую семью. Ну, или сменить им матку. чтобы чтобы усыпить семью, вы можете залить теплую мыльную воду в улей в сумерках и таким образом избавиться от нестойкой семьи. И, что не менее важно, эта семья не будет коллапсировать и не будет превращаться в клещевую бомбу. Под клещевой бомбой я имею в виду семью, в которой много клеща, и когда она становится очень слабой, ее грабят и разносит клеща на множество других семей. Клещевая бомба может быть не самый идеальный термин для такого рода семьи. Я бы скорее назвал ее приманкой для грабежа, но люди часто используют такое название как клещевая бомба. Вы можете задать вопрос, какой процент выживания пчелосемей я получу с этим дарвиновским пчеловодством? Мои проверки показывают. Я поставил семьи по методу дарвиновского пчеловодства, и, кстати, тогда я еще не использовал хорошо утепленные ульи, так что эти результаты, возможно, не так хороши, как вы получили бы, если бы у вас были более теплые ульи. Но вот я просто поставил семьи в десяти рамочниках с небольшой изоляцией сверху, с нижним литком и так далее. И выставлял их в разные места в окрестностях, заселялал по 10-12 семей в год, расставлял на расстоянии. Я обнаружил, что летняя выживаемость составляла 97%. Да, это были раи. Я ловил раи в ловушке, пересаживал их в улье, и вот, тем не менее, летняя выживаемость 97%, зимняя – 84%. И общая суммарная составила выживаемость 82%. Вы можете подумать, что это дарвиновское пчеловодство хорошо работает в Нью-Йорке, потому что это место, где вот этот лес, где нет коммерческого пчеловодства. Да, это правда. И здесь естественный отбор действительно создал дикую популяцию пчел устойчивых квароа. Но вам не обязательно нужна такая же ситуация, как в нашем маленьком городе с лесами вокруг. Вы можете сами запустить и стимулировать процесс естественного отбора, чтобы получить устойчивые квароа семьи. Я хочу предложить вашему вниманию статью, которая вышла в Голландии, и которая называется «Дарвиновский черный ящик» или «Естественный отбор медоносных пчел на резистентность клещу варроа». О чем там речь? Они называют это «Дарвиновский черный ящик», потому что вы не знаете точно, что происходит в семье. Семья рассматривается как черный ящик в кавычках, то есть неизвестные процессы внутри. Вы можете для себя погуглить, что такое вообще означает термин «Дарвиновский черный ящик» естественного отбора, что это за термин. А я вкратце поясню процесс, описанный в статье. Вы создаете группу семей, смотрите, какие из них хорошо выживают, делаете от них отводки, даете им вырастить своих собственных маток, позволяете им самостоятельно выжить, даете даете им возможность самим вести свой жизненный процесс, и так делаете несколько лет. Тем, кто не выживает, вы позволяете погибнуть, вы не нянчитесь с ними, и через некоторое время у вас появляются семьи, которые устойчивы к клещу вороа. Все начинается с 20-30 генетически разнообразных семей, также нужно отдаленное местоположение, чтобы матки и трудни спаривались внутри популяции, никакого контроля вороа, и на этот процесс потребуется около 4-х лет. И через 4 года, если вы дали время и возможность естественному отбору поработать, если вы дали вам сделать свою работу, у вас появятся семьи, которые имеют хорошую устойчивость к вороа. Вы не ведетесь лекцией по каким-то признакам. Вы просто даете естественному отбору сделать свое дело, выявить наиболее выживающих и воспроизводящихся пчел. Я надеюсь, что это было вам полезно. Спасибо. Спасибо.